Я смотрю на кадры будущего фильма и медлю Медлю дать команду начать монтаж Фильм о конкурсе «Серебряные трубы» Один из самых уважаемых детских музыкальных конкурсов страны Духовые и ударные инструменты Сюда едут дети с разных концов нашей родины Чтобы взрослые знают, а для чего И почему сюда едут дети, которые в век компьютерных игр и интернета Тратят свое детство на живую музыку Вопросы, вопросы И нет на них однозначного ответа Я могу пойти легким для себя путем Обычный небольшой фильм о конкурсе Но можно иначе Ребята, вы на конкурсе? Да На чем играем? На ударных А именно На ксилофоне и на барабане? Да В какой группе? Я в младшей Я в старшей Пойдем С Владимиром Григорьевичем Левусом Я познакомилась, когда приехала снимать фильм о конкурсе Известный музыкант, профессор, ныне директор колледжа Вот такие школы, такая подготовка Это украденное детство ребенка Зачем это все надо? Это не престижная профессия Это нищие в перспективе Это неправильное суждение Во-первых, уже времена 90-х прошли И музыканты далеко не нищие люди Конечно, хорошие музыканты Вот для того, чтобы они стали хорошими У них должно быть несколько, так сказать Каких-то причин, почему они стали хорошими Это в первую очередь умные родители Которые на первом периоде И подготовки, и занятии музыки Держатся под контролем, помогают Сидят на уроках, слушают и так далее Второе, это прекрасный преподаватель должен быть Ну, хороший преподаватель, который знает, как учить Первый день, день регистрации жеребьевки Мне кажется, что он тоже испытание Нужно зарегистрироваться Нужно ждать жеребьевки Расписание репетиции Ждать ребенку это трудно Но конкурсанты стараются Подпитывая свое терпение Часто ли такое встречается? Что вот есть великолепные совершенно Педагоги, которые берут 5-6 леточек Ставят им пальчики Приучают их к искусству музыки А потом передают другим Или сейчас, как педагог, берет одного По-разному, конечно, бывает Берет одного ребенка и занимается с ним До тех пор, пока не выпустят из школы Система образования предусматривает Примерно лет 15, чтобы из маленького ребенка Вырастить приличного музыканта Вот поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы С самого начала этим ребенком занимался Профессионал высокого уровня Вот мы так стараемся делать Вот у нас, например, в школе начинается Начинает заниматься с малышом Профессор Гоффман Альберт Леонидович Или Любимов Анатолий Сергеевич Потом к нему же приходит Среднеспециальное учебное заведение Альберт Леонидович считает, что он Детство потерял, потому что Его принуждали, но он же прекрасный специалист Вы знаете, в детстве, да Родители, конечно, должны оказывать Небольшое давление на ребенка Потому что, чтобы он не отвлекался Чтобы он уделял Иначе у нас специалистов не будет Высокого класса Это, вы знаете, я могу сказать Те, кто прошел музыкальную школу И добросовестно в ней, так сказать, занимался И уделял этому время внимание Они потом нормально живут Они приучены к труду Что не скажешь, в общем-то Что это у нас, будем так говорить Массово распространено Педагоги О, у них много дел Педагог отвечает за своего ученика Каждую минуту И старается не отпускать его Из поля своего зрения И дети невольно слушают Как разговаривает И о чем Его учитель с коллегой Общается с аккомпаниатором Или администраторами конкурса И это тоже школа Школа делового общения Конечно, интереснее играть на компьютере в игры Чем дуть длинные ноты Ну, если ты хочешь стать профессионалом А у нас очень много талантливых детей Вы знаете, я когда стал директором У меня был выпуск первый Мне так было их жалко Я занимался оркестром У меня сидели такие дети талантливые Мне так это нравилось Я в них буквально влюбился Я никогда не ушел Я думал, что все На этом закончился оркестр Ничего не было Оказалось, подросло новое поколение Не менее талантливое Детей полно талантливых Просто их нужно найти Их нужно обучить Я смотрю на этих ребят И думаю о том Незнакомая сцена На которой они должны отыграть Свою конкурсную программу Их не пугают Волнительные моменты Исполнения достаточно сложного произведения Темп, ритм, интонация И снова темп, дыхание и музыкальные фигуры Давно ты занимаешься на УДА? Три года Я... Плюс я еще занимался у маминого друга На просто барабане На ксилофоне не играл Вот Ты сюда вообще приехал впервые Или уже был здесь на этом конкурсе? Нет, впервые Я вообще впервые в Москве И как тебе этот конкурс понравился? Мне очень понравилось Все организовано Все... Жюри добрые Улыбаются, им нравится слушать Мне устают Вот Ну и, конечно, сакраментальный вопрос Кем ты хочешь быть? Я хочу быть... Я хотела сначала быть поваром Но потом не захотела Я захотела для семьи делать разные блюда Вот быть... Это будет у меня как хобби А музыка это я буду преподавать, наверное, вот Как получится Вот И буду где-нибудь играть артистом Вот Сейчас многие из них приезжают Один из них бизнесмен крупный Другой генерал Третий директор филармонии Профессии совершенно разные Да, и так далее Иногда вот Ложишь себя на мысль, что В принципе Хорошим делом занимаемся Это да Предтечие испытания В зале только жюри и исполнитель с аккомпаниатором Все остальные, педагоги, родители и дети Следят за выступлением по телевизору в холле Конкурс Это событие На котором ребенку можно обрести новую глубину доверия к взрослым Найти друзей Обрести новую веху своего пути И это всегда работа Совместная работа ребенка и педагога И это любовь Любовь к музыке И это любовь детей и родителей Предтечие испытания Сколько их жизни каждого человека И детство – это то время, в котором ребенка учит преодолевать их Значит так, Максим сейчас будет на улице играть двойки А ты будешь учить А я ее узнаю Я могу, давайте еще раз сыграю Я не знаю Еще раз Раз, два, три, три Конкурс – это большая работа Я слушала директора музыкальной школы имени Блажевича Владимира Викторовича Стеценко И думала, сколько проблем было решено при подготовке конкурса Слушала его педагогов, которые добровольно взяли на себя регистрацию, жеребьевку Организацию репетиций, техническое ведение, выступление Ты давно знаешь об этом конкурсе? Ну да, примерно год назад Я очень хотела попасть на этот конкурс Не попал? Почему не попал? Попал! И как сыграла в прошлом году? Хорошо тоже А в этом? Тоже хорошо А что ты исполнял? Я исполнял Чайковского танец Народный танец Чайковского? Нет, из балета «Лебединое озеро» А вообще страшно было выступать? Нет, нет, не страшно Я уже привык к выступлениям А сколько ты выступаешь в год? Ох, не знаю, три раза, четыре Трудно быть мамой одаренного ребенка? Ну, не трудно, а приятно Я думаю Ну, всякое бывает, конечно Но могу сказать, что дети, которые занимаются делом Они менее подвержены всяким неприятностям улицы Я надеюсь Я надеюсь Я думаю, что просто у них на это нет времени Вот как ты считаешь, тебя лишают детства? Нет Ужасно неритмично Все время вперед убегаешь на фразах Зачем непонятно? Страшно неритмично Ладно, там что-то не выиграется Но так-то неритмично играть нельзя Пожалуйста, сначала победник Слушала педагогов и родителей Которые приехали со своими детьми на конкурс И самих детей И понимала, что под этой крышей Собрались единомышленники Волнительно? Да Хотелось бы больше времени тратить на репетиции И меньше на регистрацию жеребьевку Может быть Но однозначно было отношение к факту конкурса Вероятно, надо заниматься настолько Насколько можно решить музыкальную задачу Или техническую какую-либо задачу И быть спокойным за то, что он достиг чего-то Ну, я полностью поддерживаю Спасибо большое родителям Мы представляем собой группу единомышленников Мы знаем, зачем мы здесь И что мы хотим сказать И я надеюсь, что нам есть что сказать Научить нельзя Научиться можно Я учусь на ударных у преподавателя Баркова Валерия Михайловича Какой он твой преподаватель? Ответственный, хороший и надежный Были у вас случаи, когда к вам приходили родители Потому что у меня были И говорили Как глупо мы сделали Что мы не стали возить ребенка на музыку, на танцы Что не стали водить? Что не стали водить Вы знаете, у меня случаев таких не было А мне наоборот приходили и говорили Господи, слава Богу, что мы привели к вам своего ребенка Легко играть Холодым И таким продвинутым Но самое главное, чтобы был ансамбль И хорошее чувство ритма А он получается? Да, конечно Всегда или бывает? Конечно, бывает, что не всегда Это нужно репетировать, заниматься, сыгрываться обязательно Чтобы был ансамбль А ты поменял бы эту жизнь на какую-нибудь другую? Вот, допустим, без музыкальной школы Вы обычная, я бы чаю образователь Нет, не поменял бы Потому что музыка Это... Ну, не объясните Это очень классно Владимир Григорьевич Вы организатор конкурса «Серебряные трубы» А зачем вы его организовали? Вот сейчас, по прошествии многих лет Когда этот конкурс дышит, живет Он оценен К вам дети приезжают не один год подряд На этот конкурс из разных городов и весей Так вот, когда вы его начинали? Какие мотивы вами двигали? Ну, длинная история, конечно Я бы стараюсь покороче Помещение у нас небольшое Зал маленький И чтобы дети выступали Это как-то особо, в общем-то, не практиковалось Вот И в основном слушателями этих детей Которые старательно учили гаммы, пьесы Различных композиторов Были бабушка и дедушка И больше их толком никто не слышал И стимул к занятиям таким серьезным В общем-то, у них не было такого стимула Как можно заставить ребенка самого захотеть заниматься? Ну, это то же самое, что вот как в спорте, да? Вот привели ребенка в секцию Научили прыгать его в высоту Вот он прыгает, прыгает сам с бабушкой и дедушкой А надо посмотреть, лучше я иду Ему же интересно, наверное, с кем-то посоревноваться Чтобы доказать, что я лучше, да? Да, он проиграл первый раз, предположим Но в следующий раз он постарался и прыгнул выше То же самое в музыке Занимается-занимается Ну, нужно понять, зачем? Для того, чтобы выйти на сцену И показать, как ты умеешь здорово играть Потом таких может оказаться много Почему не сделать соревнования среди этих детей? Я могу сказать, они так переживают Там и слезы И так счастливы бывают, когда их получают какую-то грамоту, диплом и так далее Ну, подумал, давайте проверем, попробуем Это был 2001 год Попробовали Только в школе Прошло в школе, вроде бы Вот сейчас, кстати, из лауреатов первого конкурса Один играет в Большом театре Другой в ансамбле песни и пляски Александрова Третий в новой опере Четвертый стал крупным бизнесменом То есть, они все, 6 человек там получили призовые места У них все в порядке И вот первый конкурс у нас был 6 призеров Второй уже 12 Вот, потом начали, попросились директора из других школ Давайте мы тоже детей пришлем к вам на конкурс Уже в Москве стали проводить его Стали проводить в Москве Потом стали звонить из... Ну, появился... Субтитры сделал DimaTorzok